МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир селеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Президент России Владимир Путин принял отставку у главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником, сообщает с пресс-служба Кремля. Визит к донтисту оказался смертельным. В Махачкале трёхлетний ребёнок впал в кому и умер после визита к стоматологу. Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий. Сегодня свой профессиональный праздник – День учителя, отмечают сотрудники всех образовательных учреждений. Международный день музыки отметили в Дербенте. В парках города были организованы праздничные мероприятия. Президент России Владимир Путин принял отставку у главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником, сообщает с пресс-служба Кремля. Глава государства также назначил временно исполняющим обязанности главы республики сенатора Сергея Меликова, бывшего первого заместителя директора Росгвардии, занимавшего ранее также пост полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе. В Махачкале трехлетний ребенок впал в кому и умер после визита к стоматологу. По данному факту, Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека. Для установления всех обстоятельств произошедшего изъята медицинская документация, назначены судебные экспертизы для выяснения полноты и качества оказанных медицинских услуг ребенку, а также причины его смерти. Ход расследования взял под личный контроль руководитель Следственного комитета Республики Анатолий Щуров. Новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями может быть утвержден в России в ближайшие недели. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Борьба с раком является одной из приоритетных задач национального проекта здравоохранения. За шесть лет планируется снизить смертность до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 триллион рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение больных современными лекарственными препаратами. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии до 80%, а также создать референс-центры различных методов исследований. Представители одной из самых благородных и нужных профессий отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День Учителя. Сегодня педагоги работают поистине самоотверженно, каждый день вкладывая крупицы знаний в каждого ученика, несмотря на невысокую оплату труда. Моя коллега Хадижа Курбанова – о тех, для кого работа в школе – это радость, долг и призвание. Здесь все по классике. Звонок и учитель начинает свой урок. Будни учеников и педагогов Тухчарской СОЖ – это бесконечный круговорот знаний. От старшего к младшему, от опытного к неумелому. И здесь могло бы показаться, что учитель всегда дает, но никогда не получает, лишь истощая свои силы. Но это не Асалимат Курбанова и дети, это ее ежедневная эмоциональная и духовная подпитка. Выходя за территорию школы, встречают меня дети. Они меня обнимают, стараются как-то угодить, несут мою сумочку. Затем на переменах они рисуют открыточки, дарят сердечки. Вот такой момент, я понимаю, как же важна для меня эта моя профессия. Радуют дети Ишамайне Матулаевну. Она отдала учительскому делу уже 40 лет. За это время выпустила множество классов. С некоторыми из ребят, которые ей как сыновья и дочери, поддерживают связь и ныне. С детьми я отдыхаю, с детьми мне интересно, с детьми работаю, живу. Как говорится, жизнь идет, когда дети со мной, и я с ними. Есть в Тухчарской СОЖ и молодые специалисты. Да вот только их по пальцам можно сосчитать. Одна из них – Джамиля Гасанова. Она работает в школе уже 5 лет. Говорит, что самое сложное в учительском деле – завоевать авторитет учеников. Ведь силу возраста они не всегда воспринимают учителя всерьез. Как получить отдачу от детей, когда ты в их глазах предстоишь неопытным преподавателем. В их глазах ты выглядишь, наверное, не совсем, может быть, им кажется, что, возможно, ты не очень компетентен. Поэтому, наверное, было сложно завоевать их уважение и доверие, привить, скажем так, понимание, что молодой тоже может их научить чему-то, так же, как и взрослый. Тот факт, что учитель передает знания ученикам, которые они несут всю свою жизнь, это действительно стоит очень многого. В сельской школе всего 28 учителей. Это дружный и сплоченный коллектив. И если хоть одно звено этой маленькой образовательной цепи выйдет из строя, восстановить ее будет очень сложно. Прежде всего потому, что сегодня квалифицированные учителя на вес золота. В республике, как и в целом по стране, в школах ощущается острая нехватка кадров. Профессия учитель теряет престиж. И с каждым годом это становится все более ощутимо. В последнее время, как бы кто ни говорил, я считаю, что педагогическое образование, оно престижа упало. То образование, которое давало в советское время, сейчас, к сожалению, после 90-х годов не дают. Практически учителя приходят в школу неподготовлены. Может быть, от того, что наверняка из-за того, что зарплата очень маленькая. Поэтому наверняка, я считаю, в школы идут только самые смелые, которые действительно влюблены в свою профессию. Главная мотивация для учителей, несмотря ни на что, это дети. Их благодарность, любовь и переданные знания, которые станут для них путеводными. Педагогическое мастерство принято считать не столько профессией, сколько призванием. И это действительно так. Ведь тех, кто осознанно выбирает преподавательскую деятельность, не страшит ни нервное напряжение, ни низкая оплата труда. Педагогика – это искусство отдавать, но приобретают здесь не только ученики, а всё общество. В Махачкале стартовал финал ежегодного республиканского конкурса «Золотые правила нравственности». Он проходит среди школьного, начального, основного и среднего уровня образования. Всего участие в мероприятии приняло около 700 школ. Это более 2000 школьников с разных городов и районов республики. По итогам двух этапов в финал вышли 36 команд. Они представляют свои работы на тему победы в Великой Отечественной войне, чему и посвящен этот конкурс. Участников Великой Отечественной войны, которые не различали и не разделяли ни нацию, ни отношение к той или иной конфессии, вместе были единым сплочённым народом единой страны, выполнившим историческую миссию спасения человечества. На этих примерах молодёжь, которая участвовала в данном проекте, она на наш взгляд прививает в своём воспитании те лучшие мировоззрения, те лучшие взгляды на жизнь, что нам оставили наши предшественники, наши ветераны. Компетентная жюри по итогам командных выступлений определит победителей и призёров. Им вручат ценные призы и подарки. Организатором конкурса выступает Министерство по национальной политике и делам религии республики совместно с Дагестанским гуманитарным институтом при поддержке духовенства республики. В Махачкале завершились курсы повышения квалификации и сертификации для имамов республики. В течение двух дней религиозные деятели, имамы и их помощники из разных городов и районов республики собирались на базе Дагестанского гуманитарного института. В качестве лекторов перед ними выступали доктора исламских наук. Курсы проходили по пяти направлениям – Коран, хадисы, вероучения, исламское право и арабский язык. Организатором мероприятия выступил муфти от республики и по итогам курсов слушателя получили соответствующие сертификаты. Дагестан получил 40 миллионов рублей на выполнение комплексных кадастровых работ. Это позволит гражданам сэкономить. Теперь им не придется оплачивать дорогостоящие услуги, которые необходимы для госрегистрации. Как идут комплексные кадастровые работы в регионе, узнавала Зумруд Гамедова ей слово. Чтобы приобрести, продать или даже подарить земельный участок, людям необходимо пройти через ряд формальностей, и при этом они нередко сталкиваются со множеством препятствий. Ведь точки границ участков должны быть рассчитаны по определенным координатам и внесены в единую базу кадастра. Для решения проблем, связанных с уточнением земельных границ, Росреестр разработал проект по проведению комплексных кадастровых работ и объявил конкурс среди регионов. В пилотном режиме в нашей республике первыми участниками программы стали Сулейманстальский, Казбековский и Гунибский районы, а также города Махачкала, Буйнакский, Дербент. Проще говоря, сейчас собственники земельных участков могут обратиться в Росреестр для того, чтобы уточнить границы своих владений. И все будет сделано абсолютно бесплатно. Не бегать самому, не мучиться. Мы люди, которые… Я-то еще более-менее человек с высшим образованием, это все, я более-менее могу бегать. А вот бедные люди же не могут, старики, пенсионеры другие, они же могут мучиться. А если бы помогать, так это очень здорово. Работы по уточнению земельных границ проводит специалист. Он осуществляет топографическую съемку, определяет фактическое местоположение и составляет межевой план. Это поможет решить множество проблем, в частности, предотвратить земельные споры с соседями. Ну, основная идея этих работ, уже сегодня об этом мы говорили, в том, чтобы на тех территориях, где мы эти работы проводим, чтобы полностью исключить вопросы, касающиеся земельных споров, пересечения земельных участков, отсутствия регистрации права собственности на жилые дома, на государственный объект и иные объекты. В поселке Шамхал-Тырмен более 2000 зарегистрированных хозяйств. По мнению главы поселка, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков. Были очень много жалоб со стороны наших жителей. Неоднократно они обращаются и в НФЦ, и в другие структуры с целью, чтобы узаконить свои земельные участки. По иным причинам много приходит отказов, устраняет, опять отказывает. Я считаю, что эта работа сейчас облегчит нашим жителям. Стоит отметить, что участие республики в столь важной программе стало возможным благодаря работе, налаженной Минимуществом Дагестана. Эти работы проводятся именно для того, чтобы людям было легче, удобнее и бесплатнее. Потому что те работы, которые мы сейчас проведем, дадут возможность уточнять и границы своих земельных участков, и все кадастровые работы проводить уже бесплатно. Но эти работы позволят нам полностью все земельные участки, все оксы привести в соответствие. Наведение порядка в земельном вопросе – это важная задача не только для инвестиционного климата, а и в целом для стабилизации обстановки в имущественной сфере. В случае успешного завершения работ Дагестан может стать участником программы и в следующем году. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Шамхал Термен. Махачкала заняла предпоследнее место по уровню зарплат среди городов России. Среднемесячная зарплата в столице республики составила чуть больше 29 тысяч рублей, следует исследование РИА Новости. Первое место в рейтинге занимает Москва. Там средняя зарплата составляет чуть больше 100 тысяч. Также больше всех зарабатывают на севере, меньше всего на Северном Кавказе. Кроме того, в ауссайдерах рейтинга оказались и Листа, Иваново, Черкес и Майкоп. В Дербенте отметили Международный день музыки. В парках города были организованы праздничные концерты, просветительские акции и творческие вечера. Участие в мероприятии приняли солисты ансамбля народной музыки Дагестанской государственной филармонии имени Мурадова. Кроме того, выступали художественные коллективы национальных театров Дербентского музыкального училища, Дворца детского и юношеского творчества. В рамках концертов звучали сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Благодаря творчеству мы будем продвигаться вперед, мы будем достигать новых высот. Ни одним хлебом единым мы живы. У нас, у людей, есть творческая, духовная составляющая. Наверное, мне так кажется, это одна из самых главных частей, сущностей человека. Общероссийский народный фронт доставил 75 кислородных концентраторов в первую городскую больницу Махачкалы. Это вторая партия крупной поставки, передаваемая медучреждению участниками проекта ОНФ «Регион заботы». Общая стоимость оборудования оценивается в 12,5 миллионов рублей. Эти кислородные концентраторы высокого качества, они просты в использовании и имеют низкий уровень шума во время работы. Они являются спасителями для самых тяжелых пациентов. Крайне необходимы не только людям с ковид-диагнозом, но и с заболеванием органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В проектном офисе «Регион заботы» отмечают, что медоборудование в дальнейшем будет использоваться также для пациентов, нуждающихся в палеотивной помощи. За это время Российский народный фронт «Регион заботы» оказал нам материальную помощь, гуманитарную помощь. «Для нас это очень важно было. Это, чтобы вы понимали, каждый кислородный концентратор – это чья-то жизнь, спасенная жизнь, улучшенная жизнь. Мы, врачи, очень благодарны региону «Забота», очень благодарны Ньюте Федельмессер, которая взялась с такой огромным желанием помочь, видя, насколько это необходимо для нашей больницы. Я так думаю, что за всем этим стоит огромное человеческое сердце». Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.